Сегодня 19 февраля, и это заключительный день 8-го Уральского форума информационной безопасности в финансовой сфере. И феерия, разворачивающаяся за моей спиной, это торжества, посвященные заключению Уральского форума. Ой, что-то мы, кажется, поторопились. Но сейчас все исправим. Вместе считаем до пяти. Абра-кадабра, стобры и ББС, забывайся, чудо из чудес! Вы смотрите итоговый репортаж прямиком с Урала из республики Башкортостан. Здесь, на берегах озера Банная, проходит самое главное событие в области информационной безопасности для организаций финансового сектора. Для вас работает команда БЕС-ТВ и я, Тамара Никифорова. И сейчас мы подведем итоги и узнаем, чем же запомнился 8-й Уральский форум нашим участникам. Подскажите, чем вам запомнился Уральский форум этого года? Так получилось, что на Уральский форум я приезжаю уже третий раз. Мне это мероприятие очень нравится, хотя бы тем, что здесь замечательный контент, очень много хороших докладов, презентаций. И второе, что здесь можно пообщаться с основными регуляторами в неформальной обстановке, в формальной обстановке, задать все вопросы, которые интересуют отрасль. И за что огромное спасибо организаторам этого мероприятия. А какие традиции вы знаете на Уральском форуме? После пани купаться в снегу, есть семечки, свиски, задавать сложные каверзные вопросы вендорам, интеграторам. Расскажите, пожалуйста, чем вам запомнился Уральский форум этого года? Ну, пожалуй, наиболее насыщенной программой все-таки. Было очень много интересных докладов, как со стороны регулирующих органов, так и со стороны банков и других организаций. Ну и, как всегда, была очень душевная и погода. Отличная теплая погода позволила полностью реализоваться на свежем воздухе. Вам не холодно? Чем вы согреваетесь? Всем согреваемся, в первую очередь, конечно, душевной компанией всех этих людей. И Глендвейном. Чем запомнился Уральский форум этого года? Теплой обстановкой, замечательными дематами и горячими людьми. Традиции утром конференция, вечером обсуждения. В этом году, как обычно, мы собрались одной большой дружной компанией, обсудили все наболевшие вопросы, но при этом еще смогли покататься на лыжах, повидать друг друга, сказать, как вы рады друг друга видеть, и какие большие планы у вас на следующий год. И главное, что, когда собираешь такую компанию, то все кризисы отступают на второй план. Запомнился хоккейный матч, который был новинкой этого года, и был просто потрясающий. Такие серьезные парни работают в ВБ с обоих сторон, что я был поражен. Я очень люблю слушать доклады и каждый вечер петь бардовские песни вместе с Алексеем Сабановым. Музыкальные вечера? А, да, припоминаю, припоминаю. Второй час ночи, а они песни поют. Кто там? Своим. Пароль. Кверти, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Заходи. А что это вы тут делаете? На гитаре играем, песни поем. А можно я с вами? Очень теплая атмосфера, насыщенная, интересная программа. В этом году были суперспортивные игры, интеллектуальные игры и очень насыщенная деловая программа. Самый лучший из всех восьми форумов и самый ударный был за все время. Очень дружественная атмосфера. Люди, как всегда, достаточно близко общаются и решаются очень много интересных вопросов по информационной безопасности. Такой открытости, готовности людей к общению и к какому-то разговору как раз-таки по темам безопасности. Я не помню, где я последний раз видел. В первую очередь очень теплая атмосфера. Действительно, возможность каждому подойти и обсудить вопросы, которые, может быть, в обычной жизни было бы достаточно сложно, такие коммуникации найти. Основная традиция – это последний ужин всегда на морозе. Здесь всегда очень холодно, и мы стараемся согреваться как можем. Тут очень много чем можно согреться на самом деле. Очень много добрых, хороших людей, атмосфера согревающая. Наслаждайтесь природой республики. Это удивительное место. Здесь все сочетается. И озера, и природа, и горы, и небо. Смотрите, какое красивое. Отдыхайте, дышите воздухом, поправляйте здоровье и снова за работу. Приезжайте в следующем году обязательно. Так держать. Давайте пересчитаем все ингредиенты, из которых и получается тот самый чудесный коктейль под названием «Уральский форум». У меня, кстати, и рецептик есть. Эксклюзивная информация и мнение ведущих экспертов отрасли. Доклады представителей регуляторов и крупнейших банков. А также уникальные закрытые сессии для обсуждения самых тонких вопросов и проблем. Далее. Ответы на все вопросы, волнующие отрасль во время диалога с регулятором. Здесь представители государственных ведомств слушают и, главное, слышат голос отрасля. Кроме того, самые свежие новости от представителей государственных регуляторов. Выступление высшего руководства Банка России. Множество форматов работы и общения, помимо заседаний. Это и переговоры на выставки, круглые столы, и дискуссии, дебаты и воркшопы. Ну и, конечно же, общение вне деловой программы. Что еще? Обмен уникальным опытом, рассказ о лучших практиках и демонстрации новейших решений. Самые необычные развлечения и состязания, где ключ к победе, профессионализм и умение работать сообща. Соревнования и развлечения, в которых закаляется тело и спортивный дух. Тут видишь воочию, что когда играется лажаная команда, победа достается всем. Ну и как можно забыть про потрясающую природу Урала? Про горы, рассветы над озером и чистейший снег. А еще есть замечательные традиции. Например, музыкальные вечера, без которых уральский форум уже совершенно невозможно представить. Сам рецепт прост, как и все гениальное. Главное собрать все эти ингредиенты, перемешать и оставить на пять дней в прекрасном уральском крае. Употреблять горячим, смакуя вкус. Вот чем запомнился Уральский форум его участников. Но стоит добавить кое-что от себя. Здесь можно ощутить, как бьется сердце отрасли. Здесь сразу понимаешь, что являешься частью чего-то большого и очень важного. Ведь вокруг и всюду твои друзья, коллеги, единомышленники. Настал черед благодарностей. Спасибо компаниям, которые отправили сюда своих лучших сотрудников. Спасибо партнерам, благодаря которым уральский форум может быть таким ярким и разнообразным. Спасибо организаторам. Вы, как всегда, на высоте. Но и отдельное спасибо участникам. Спасибо вам, дорогие зрители, за то, что все эти дни вы были с нами душой здесь, на Урале. Вас благодарят команды Без ТВ и я, Тамара Никифорова. Восьмой Уральский форум подошел к концу. А что это значит? Это значит, что с нетерпением можно ждать следующего февраля и уже девятого Уральского форума. До новых встреч. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok